вот изучая вот такие вот старинные печи я очень много начинаю видеть что к чему где правильно где неправильно это вот очень важно но там внутри ничего не видно фонарика нет надо было фонарик принести сейчас чтобы было видно я наверное потихонечку и буду показывать посмотрите сколько уже всего посмотрите сажа здесь вот сажа это скорее всего здесь вот получилось как глина высохла и выпала здесь вот появилась вот эта вот сажа но скорее всего так или не заполнили это место мы будем наблюдать дальше вот такие вот швы толстые интересно каждый кирпич разбирать печи и наблюдать что здесь было и как этот печник строил он тоже же укладывал каждый кирпич и тоже думал о чем-то и мне тоже это интересно вот я все смотрю туда никак не могу увидеть то есть получается эта печь состоит из двух половинок и дымовая газа проходит туда то есть там тоже ничего не видно надо привести фонарик то есть дымовая газа проходит сюда сюда и поднимается то есть двигается вот таким вот образом поднимается таким вот образом и и отпускается вниз и проходит вон туда это скорее всего так потому что здесь вот я много раз разбирал именно вот такие вот печи они как бы двухсторонние получается и отапливается вот это вот стенка и вот эта стенка кирпича то есть получается два отопительных щитка потом этот вот этот отопительный щиток соединяется таким вот образом это же дымовая газа поступает в трубу и скорее всего тут вертикальный канал вот такой получается то есть так получается вот так вот так я думаю и уходит таким вот образом и когда находится в печи вертикальный канал вот этих местах скапливаются дымовые газы и если будут вот такие вот трещины в глиняных глиняном растворе между кирпичами то дымовые газы стараются поступать уже в помещение вот это вот везде такое я вот наблюдал когда вертикальные каналы и постоянно вот эти вот дымовые газы стараются поступать именно в это помещение и постоянно в этих местах появляются какие-либо места такие вот между кирпичами они как бы грязные получаются и постоянно забеливают забеливают вот эти вот трещины так оно и есть но сейчас я ничего не могу увидеть темно но поеду на обед привезу фонарик и обязательно рассмотрим а пока я начну разбирать и он там интересно что там находится они там нет ничего то есть я чищу то есть там вот такая вот перегородка получается ну все правильно возможно вот вот так вот так вот так и уходит туда это у меня уже было такое я уже знаю как эти дымовые каналы двигаются и вот вертикальные каналы вот с этими вот вещами они вот на самой высокой точке где идет поворот вниз вот это вот самое опасное место для печей вот у всех этих печей когда вертикальный канал именно вот смотрите кирочка ну что такое как она мне это надоело вот это вот ну неправильно сделали вот смотрите здесь на середину на середину как бы вот так идет и здесь на середину идет и цепление получается только вот в этой середине и никак не заклинишь понимаете никак вот здесь заклинивается а здесь есть такая вот щель и постоянно движение как мне эта кирочка за устал я с этой кирочкой на другую привести печь уже смотрится таким вот образом потихонечку потихонечку будем наблюдать вот смотрите канал теперь делится на два канала здесь появился такая вот перегородка и вот смотрите вот старинные печи когда возводят и вот эти вот перегородки я вам сейчас покажу как они сделаны это вот буквально у всех так сделано ну конечно там кирпич не пилили постоянно работали вот такой вот кирочкой вот если я сейчас ударил вот эти вот кирпичи могут вот этот столбик весь просто упадет но не упал выдержал то бывает вообще он падает вот видите как он не перевязывается ничего и эти печи вот так и работают с такими перегородками которые не перевязываются вот с этими вот стенками так ну что то уже видно далее посмотрим что будет и как это все будет ну вот эти вот вертикальные каналы вот здесь вот такая температура создается это обалдеть можно и вот эти вот смотрите вот видите все это сюда проходит тяга вот сюда двигай двигает вот сюда тяга даже тяга которая появляется в трубе она не помогает вот этим дымовым газом продвинуться она как бы создается здесь вверху как бы создается уже можно сказать давление какое-то такое же как и атмосферное но как бы ищет вот такие вот маленькие трещинки маленькие щелочки и везде везде это все проходит таким вот образом вот видите я бывало видел такое вот именно с такими вот вертикальными каналами там обороты сейчас современная печки делают вертикальные каналы делают это вообще ужас и вот просто наблюдаем на самом деле как оно есть вот когда разбираешь старинные печи или какие-нибудь печи ищешь что тебе потом в дальнейшем пригодится вот эти вертикальные каналы или горизонтальные и как нужно делать и вот смотрите здесь вот кирпич был установлен вот так вот до этого уровня то есть раз два три 4 4 кирпича сверху здесь вот такой вот длинный большой канал получался то есть дымовые газы вот так переворачивались на четыре кирпича узнал у соседей когда эти печи были возведены в общем 50-е годы вот так они еще и сохранились эти печи и у соседки тоже надо ломать она ищет кто бы и эту печь сломал и вынес эти кирпичи и поговорили но там печка совсем другая и вот смотрите обратите внимание есть вот эти вертикальные колодцы а место отверстия для очистки здесь нету то есть нет то есть эти печи просто не чистится и там тоже кого-то нет вот так печь была сделана а кирпичи здесь не один вид кирпича по моему три вида кирпича вот я сейчас проверяю тут вот смотрите вот такой кирпич какой-то почему-то тоненький тут вообще вон толстый какой почему вот такой тоненький интересно вот это мне знать конечно я узнаю почему вот такой вот кирпич уровень что ли не соблюдался делали делали и вот если смотреть здесь уровень такой а здесь уровень такой здесь такой здесь такой то есть уровень здесь вообще не соблюдался вот так кирпичи но как-то построили хорошо смотрится довольно интересно сейчас приступаю ломать вот с той стороны печь вот эти вот вертикальные колодцы и вот здесь вот такая вот трещина мне интересно почему такая трещина образовалась вот именно с этой стороны и трещина пошла вот сюда там проявляется уже смотрите чернота но если соблюдать порядок то есть один ряд второй ряд и здесь вот вот он один ряд второй ряд тут третий ряд еще четвертый а вот один то есть вот здесь уже канал вот в этом 1 2 3 и здесь должно быть 1 2 и и 3 и вот здесь колодец должен появиться но сажа уже появилась вот здесь интересно вот она сажа то есть тут идет еще перекрытие тут кирпичи когда выдвигались по моему скорее всего в ту сторону выдвигались и образовалась вот такая вот щель вот почему скорее всего вот это вот перегородка здесь не было зазора и и давление создавалось вот в эту сторону то есть давление то есть дом садился или фундамент играл 8 8 непонятно что ну понятно почему произошла трещина это я вот так всегда когда печи разбираюсь всегда наблюдаю для себя в память откладывая и тут палочка как это поддерживает что-то и потом когда новые печи начинают возводиться где я работаю и соблюдаю все правила которые здесь не соблюдались я эти правила делаю так чтобы вот такого вот не было если надо что подскажу